Дамы и господа, всем привет и наконец-то добро пожаловать в наряд дня, который можно назвать... У нас слегка похолодало, хотя назвать это похолодало я тоже не могу, потому что просто перестало быть офигенно жарко. И можно начать задумываться на тему того, чтобы одевать что-то многослойное и на тему какого-то интереса в плане моды, а не просто давайте наденем набедренную повязку и постараемся как-то прикрыть наготу, чтобы не было уж совсем холла. Итак, давайте рассмотрим мой сегодняшний наряд дня. У меня рюкзак, мой любимый, здесь торчит переходник, который я вот-вот я чувствую, потеряю для айфонов, для наушников. Значит, я очень люблю принт леопарда, он должен быть просто очень правильным, он не должен быть каким-то пошным, он не должен быть, на мой взгляд, где-нибудь на жопе, это все не должно быть натянуто-растянуто, и в плане того, чтобы облегать вот эти все жопные части, и тогда это пошло, и чаще всего принт, который облегает жопные части, он еще и изначально дешевый, пошлый, противный. Поэтому вот в таком виде, мне кажется, это просто идеально, у меня есть хорошее такое леопардовое пальто. Обожаю этот принт, главное не натягивать его на жопу или, извините, на сиськи, тогда будет кошмар. Вот, что хотелось бы сказать. Так, соответственно, дальше я люблю сочетать принты, и люблю сочетать принты, которые не очень для многих сочетаются. У меня всегда в моей системе сочетания есть какая-то общая вещь, которая это связывает, либо у меня есть какие-то общие цвета, которые, опять же, это связывают. Здесь вам, наверное, не видно, но на брюках у меня эта клетка, модная клетка, про которую сейчас все до усрачки просто говорят и кричат, что вот она пришла, блин, модная клетка. Я не знаю, кому, откуда пришел модный леопард, я не знаю, кому пришла клетка. У меня леопардовое пальто, ему, наверное, лет 8, и тогда это было модно. И оно продолжает быть, и продолжает быть гранжевая клетка. И я не знаю, кто придумывает. Вот я иногда просто открываю страницу предложенного, я эти видео отфильтровываю. Но когда я вижу девочку, которая сидит, держит что-то леопардовое, клетку в этом сезоне, я говорю, ребята, вы с ума посходили. Это как бы основа моего гардероба, ну не леопард, конечно, но клетка. Да и леопард тоже. Я его купила в Германии полгода назад, и это не мой первый леопард, скажем так. У меня и ботинки есть в пятилетней давности, и пальто восьми. Это классика, запомните, клетка, леопард, тельняшка, куртка косуха кожаная. Это, блин, классика жанра, как жакет, который оверсайз, как жакет, который такой, знаете, супер маленький, который али Майкл Джексон. Это все. Кстати, у меня новые очки, вы, наверное, видите даже в них, как смешно стоит. О, сейчас видите, да? Сейчас вы видите даже на чем. Видите, на чем это стоит? А, я хотела вам как-то показать, а вы в моих очках-то все это видите. Так вот, это все стало классикой. Забудьте про эти тренды в тренде сейчас. Все, а главное, личности. Итак, я отойду подальше. Не знаю, будет ли вам что-то. А, нет, смотрите, почти в полный рост хожу. Наверное, меня теперь не слышно. Я вам потом еще детализировано покажу. На мне вот такой вот, это даже нельзя назвать тренч. Это просто, по сути, тут нет ни подкладки, ничего. Это однослойный такой, как пыльник, скажем, да? Абсолютно в виде тренчи. Сверху просто банально куртка. А, я вам рассказывала про то, что здесь у меня есть черный, как леопард, и есть такой же бежевый, тоже в клетке, как у этого леопарда. И сверху все, это клетка и леопард, оно у меня связано, на мой вкус, бежевым вот этим вот пыльником. И, соответственно, несмотря на то, что штаны глобально выглядят такими сине-белыми в клетку, на самом деле это такой бежево-коричневый, с включением синего и черного. И поэтому можно и черную майку, и черную куртку, и можно все, что угодно. И нет никакой проблемы с этим. Сейчас я вам сниму куртку, покажу, как это можно снять куртку и даже снять, вы знаете, майку, и все равно не будет, блин, холодно ни разу. Значит, вот так это выглядит без куртки. Но я предполагаю, что я буду возвращаться домой поздно вечером, и мне будет все-таки прохладновато. Значит, здесь обычная майка, я ее купила в Crazy Line. У них как-то вот вышли майки от Seagal Deckel в этой коллаборации, прямо суперкрутые. Я всем их посоветовала, все их купили, все довольны. Я ее, соответственно, не заправила, я просто подоткнула, но можно и заправить. Я люблю сейчас, как-то стала любить и заправить. Здесь у меня ремень обычный, классический для джинсов от Levi's. У меня есть такой, более старый. Я, кстати, вывесела сейчас в Инстаграме фотку. Я сейчас, ну не сейчас, это, наверное, то ли в начале лета этого, то ли в прошлое. Я не помню. Когда-то вот, да, в джинсовой юбке и вот с тем самым ремнем, который у меня, наверное, уже 20 лет, я его ношу повыше обычно. У меня есть один ремень пониже, который на бедра, один повыше, который я одеваю на талии, потому что, ну, он просто там, да, он не застегнется нигде сильнее. Вот, и для этого у меня разные ремни, потому что, ну, они садятся, они разникоженные, они садятся, растягиваются и неудобно носить и высоко и низко, один и тот же ремень. Поэтому, по сути, они очень похожи, но у меня два разных. Видите, здесь вот еще сколько места есть, мне надо будет еще ниже опустить его, хотя я не ношу ничего уже такого, как было модно когда-то. Помните эти штаны, из которых вываливала задница? Я никогда не могла понять этой эстетики. Я помню, я как-то в магазине Ливайс мерила из обычных, вот, которые, джинсы, которые до пупка, я мерила вот эти с низкой талии, это было лет 10 назад, и мне продается, говорит, тебе так идет низкая посадка, ты теперь должна носить только низкая. Я думаю, она что, с ума сошла, я должна теперь всю жизнь ходить. Ну, ладно, сейчас мода, я еще похожу с попой наружу. Как мне нравится вот этот вот тренч, это, по-моему, Страдивайрус, я его купила что-то за какие-то копейки. А эти штаны, я их ношу очень редко, я их ношу очень-очень редко, но я их очень обожаю. Сейчас я вам покажу, как они выглядят в своей нижней части, потому что они там завязываются и так втекают плавно в ботинки. Короче, очень такие слегка, ну, как из материала, как вам это сказать, как рубашка такая слегка байковая. Байковая. Я их купила, не поверите, в Машбире лет 10, наверное, назад, в Машбире 365, который, да, лет 10 назад. И это магазин, в котором, мне кажется, когда их байеры покупают туда какие-то коллекции одежды, мне кажется, что они то ли умственно отсталые, то ли они слепые, то ли они дальтоники, или это все сразу вместе смешано. И тогда они вот прикупают туда вот это барахло. Вот сейчас они привезли туда Морган, компанию вернули. И опять же у меня возник вопрос, почему-то, когда я вижу компанию Морган, и у меня, кстати, от этой компании есть пару вещей суперудачных, но сейчас, когда я ее вижу, она вернулась в Машбир, у меня появляется такой вопрос. Слепые, дурные, или просто то, что на стоке никому, вот знаете, все байеры пришли мировые, да, скупили то, что им надо, и остался какой-то непонятный турецкий хлам, который выглядит как шмотки с турецкого какого-то базара. И наши пришли, сказали, о, для Машбира это подходит, берем. Я когда услышала, что они возвращают Морган, я такая прибежала, думаю, о, классно, посмотрим. И я такая хожу, говорю, а где Морган? А, это вот это? Короче, вот просто какой-то ужас. По-моему, они вот эти вот свои дебильные коллекции, которые у них уже там есть, как оно там, как оно называется? Не помню их название вот этой фирмы, что они туда привезли. Неважно, но вы, наверное, знаете, о чем я. Лежат вот реально как на каком, какие-то 90-е, на каком-то базаре, какие-то кофточки с какими-то люрексовыми надписями, что-то такое. И вот под этот же стиль они и Морган натащили. Ты смотришь и думаешь, ну как это можно было сделать такое? Не знаю. Короче говоря, штаны оттуда, поэтому я не знаю, как я их там выловила. Может быть, у них был какой-то приступ бешенства или просто как-то пропустили хорошую вещь. Или, да, она просто из того же стиля. Просто как-то мне она очень нравится. Сейчас я вас сниму. Нет, вместе, знаете, со штативом прям возьму. Очки на мне тоже новые. И покажу вам, как выглядят вот здесь. Видите, эти ботинки. Это снэки, как он, Стив, что ли. Тоже шуфры. Очень такие прикольные. И вот эти штаны. Видите, они завязываются здесь на бантик. И обычная совершенно черная майка. Что-то как-то прохладно стало. Прямо приятно, что стало как-то прохладно. И вот очки. Вы их тоже уже видели. Я экстурасеры показывала, которые для меня реально гигантские. И я именно по этой причине их и выбрала. Потому что я так подумала. Знаете, авиаторы есть, круглые есть. Но надо что-то такое, что не то, что вне зоны моего комфорта. Потому что моя зона комфорта, она очень разнообразная. Я не считаю, что надо в зоне какого-то комфорта всю жизнь находиться и себя мучить вот этой зоной. Потому что это банально скучно. А жизнь, она настолько разнообразная и интересная. Поэтому если есть возможность попробовать что-то необычное, и оно само идет в руки, так почему бы это, как говорится, не сделать? Значит, а, курточка. Я вам не рассказала. Курточка-то из Кастро. С Кастро еще одна проблема. Кто из Израиля? Давайте поплачем, порыдаем на эту тему вместе. Кастро перестали делать хорошие кожаные куртки. Этой куртке, наверное, лет нацать. Не знаю, сколько точно. У нее потрясающая... Видите, какая подкладка в горох. Поэтому супер классно, когда рукав отвернут. У нее плотная, хорошая кожа. И много лет, и у меня есть несколько курток из Кастро. Это лучшие и наилюбимейшие мои куртки. И, к сожалению, по какому-то, видимо, невыгодное. Они просто перестали делать эти куртки. Делать какой-то сраный дермантин. Что просто я не понимаю, кому это нужно. Кому это барахло нужно. Ну все. На этой ноте мы с вами заканчиваем. Большое спасибо всем за внимание. Давайте я в футболе пойду. Вот так. Я знаю, что не всем нравится мой. Не нравится мой стиль, но я сейчас у себя на работе видела даму в ботфортах на шпильке и на платформе. В ботфорте вот посюда. Еще с такими отворотами настоящими. Я, знаете, что вспомнила? Я вспомнила Джулию Робертс в фильме «Красотка». И все это, все это вот, все это красота была упакована еще в леггинсы, которые вот такие совсем в обтяжку. Тут маечка, тут, знаете, все в жопку, потому что стринги. И вот эти ботфорты, это она пришла ребенка на кружок привезти. Представляете, в ботфортах, он на таких шпильках, еще вот с такой платформой. Ты такой смотришь и думаешь, ребята, ну при чем тут мой стиль? Мой стиль, он наипростейший, наискромнейший. И я никогда не могла понять, почему он вызывает столько у людей. Прямо какого-то шока, что ли. Ах, она одела клетчатые штаны и взяла ляфор. Дай ее ешь, он же будет. Все, всем пока-пока.